Это программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Вашему вниманию главные события, острые мнения и все самое интересное, что оказалось в центре нашего внимания. Смотрите в этом выпуске. Пашинян просит мира. Хитрый ход или желание завершить конфликт? Во главе ОДКБ. Усвоит ли Армения старые ошибки? Экологический террор. Кто остановит загрязнение Армении горных рек отходами горнодобывающей промышленности? На неделе в центре внимания заявление премьера Армении Никола Пашиняна о желании возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению на горно-карабахского конфликта. Ереван готов возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций. Работы по делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном нужно активизировать. Урегулирование или развитие отношений с соседними странами будет важным направлением внешней политики правительства. Армянские власти готовы начать активный диалог по этой повестке. При поддержке международных партнеров, а при необходимости через прямые контакты. На фоне постоянных обстрелов азербайджанских позиций со стороны Армении эти заявления кажутся хитрым ходом и очередной попыткой усидеть на двух стульях. Либо присущим заявлением премьера Армении популизмов. Настрой премьера Армении не вяжется с заявлениями министра обороны Аршака Карапетяна. Это отметил президент Азербайджан Ильхам Алиев в интервью турецкому телевидению. Новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь. То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Также Ильхама Алиева беспокоит желание Армении перевооружаться. Если премьер Пашинян хочет мира, то зачем готовиться к войне? Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это вопрос, который очень беспокоит. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит. Война закончилась. Пашинян заявил, что Армения не намерена завоевывать территорию или идти на другие агрессивные действия. Армения считает, что для долговременного мира безопасности, стабильности и развития ключевую роль играют установления нормальных отношений с соседями или их развития. В ответ МИД Азербайджана предложил начать подкреплять слова конкретными действиями. МИД Азербайджана напомнил, что один из невыполненных до сих пор пунктов мирных договоренностей – вывод с территории Азербайджана армянских военнослужащих. Согласованные Баку, Ереваном и Москвой формулировки, подписанного тремя сторонами заявления по Нагорно-Карабахскому урегулированию от 10 ноября 2020 года, ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих. Премьер Армении также заявил, что хочет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Только в Азербайджане в очередной раз дали понять, что все предложения уже давно сделаны и они четко прописаны в трехстороннем мирном соглашении. Ильхам Алиев не собирается садиться за стол переговоров, если не будут приняты конкретные решения. Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. Азербайджан победители требуют подписания мирного договора на своих условиях. Это общепринятая практика подписания подобных договоров. Яркий пример. Германия после Первой мировой войны. Ее экономическое развитие почти приостановилось. Веймарская республика столкнулась со многими проблемами, в том числе с условиями Версальского мирного договора, по которому Германия не только потеряла часть территорий, но и должна была выплачивать огромный долг по репарациям. Теперь давайте посмотрим на Армению. Уровень инфляции в Армении в июне 2021 года составил 6,5%. Годовой темп роста ВВП сократился до 3,3%. Уровень безработницы самый высокий в регионе 17%. При этом средняя заработная плата составляет около 380 долларов. Азербайджан, конечно, отстаивает свои национальные интересы, но при этом предлагает Армении конструктивное сотрудничество. На столе есть конкретные предложения. Открытие дорог, создание Зангизурского коридора, восстановление всех торговых связей. То есть обеспечение после долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает нашим интересам. Считаю, что это отвечает и интересам Армении, потому что Зангизурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и новые возможности появятся и для них. Судя по всему, экономическую выгоду от разблокирования транспортных коммуникаций в регионе хорошо понимают и в Армении. На неделе министр территориального развития инфраструктуры Гнел Санасьян заявил, в результате открытия сообщения выиграет не только Армения, но и соседние страны в регионе. Если говорить, к примеру, о железной дороге, то без строительства инфраструктуры нельзя достичь разблокирования, так как есть участки, где нет полотна. Нужно строить новое. Именно об этом не раз говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В интервью турецкому телеканалу он еще раз объяснил, каким он видит Зангизурский коридор. До последних дней Армения возражала против открытия Зангизурского коридора. Просто несколько дней назад там появилось позитивное мнение, что и они не возражают. Однако для полного функционирования Зангизурского коридора должны быть и железная дорога, и автомобильная дорога. Сев в Баку автомобиль, мы можем спокойно проехать оттуда в Турцию и Нахчеван. Перед тем, как начать разблокирование транспортных коммуникаций, необходимо решить главный спорный вопрос. Только четко определение границы между странами расставит все на свои места. Осталось договориться, карта какого советского периода будет взята за основу. Например, аналитики в Ереване назвали карты Генштаба СССР негодными для делимитации границы, но альтернативные варианты не предложили. Вероятно, Пашинян может ухватиться за этот факт и попробовать заморозить демаркацию. Любые пограничные какие-то вопросы, они решаются очень быстро при обоюдном желании и настрое. В Армении такого настроя нет. Армения не желает проводить делимитацию и демаркацию границы, не желает реализовывать проект коридора, который свяжет Нахчеване и Азербайджан, не желает подписывать мирный разговор с Азербайджаном, если дало бы Армении все необходимые, скажем так, гарантии безопасности и мирного сосуществования. Наверное, в Армении это понимают, но по инерции пытаются торговаться в поисках какой-то мифической выгоды. Хотя правильнее было бы искать выгоду в мире сотрудничестве и добрососедстве. Армения 16 августа вновь примет председательство в организации договора о коллективной безопасности. Республика возглавит организацию после политического скандала в 2018 году, когда на действующего тогда генсека ОДКБ представителя от Армении Юрия Хачтурова в Ереване было заведено уголовное дело. Многие в экспертном сообществе тогда посчитали этот шаг ударом по организации, спровоцированным предшедшим к власти в стране Николом Пашиняном. И вот председательство в организации снова переходит к Армении. На неделе действующей генсек организации Станислав Зась посетил Ереван. Во время его визита представители всех ветвей власти только и делали, что жаловались на Азербайджан. Так исполняющий обязанности главы МИД Армении Армен Григорян представил Станиславу Засью, цитирую ситуацию, сложившуюся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Сюникской и Гегар-Куникской областей Республики Армении, обратив внимание на последствия Азербайджана турецкой агрессии, совершенной против Арцаха и исходящей из ее угрозы, сказано в сообщении МИД Армении. Министр обороны Армении Аршак Карапетян выразил сожаление, что механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ДКБ не соответствуют нынешним требованиям развития оперативной ситуации, подразумевая ситуацию на армии, а на азербайджанской границе. Российские эксперты считают, что недальновидно выносить ссоры с СБ. ДКБ работает по тем стандартам и руководящим документам, которые существуют в организации. Поэтому все четко, последовательно, вся работа ведется. Поэтому, на мой взгляд, критика армянского Минобороны в адресу ДКБ лишена каких-либо реальных оснований и основывается исключительно на эмоциях, на желаниях использовать Армении, эту организацию, своих собственных импетиций. Возникает резонный вопрос, зачем ДКБ нужен председатель в лице Армении. Ответ прописан в уставе организации. Есть соответствующий порядок ротации, и ДКБ четко выполняет, по крайней мере, Армения, не Армения. Но здесь механизмы работают четко. Я надеюсь, что они тоже четко будут работать и в случае, если Армения захочет использовать свое председательство для политизации деятельности ДКБ, использование этой организации против Азербайджана, на что нет абсолютно никаких оснований. В ДКБ от Армении сейчас ждут не раскачивания лодки, а конструктивной работы на благо всеобщей безопасности. ДКБ смотрит шире, и сейчас главная угроза для организации исходит не из Азербайджана, а из Афганистана, где таливы берут под свой контроль город за городом и подбираются к Кабулу. И, конечно, не стоит забывать о единой системе противовоздушной безопасности. Россия и другие страны ДКБ не хотят, чтобы Армения окончательно перетянулась в сторону Северо-Аплантического Альянса. Поэтому и стараются как-то удерживать ее, давать какой-то необходимый баланс для удерживания. Ведь, в конце концов, Армения – это часть единой системы ПВО стран ДКБ. Армения стоит проявить благоразумие и продемонстрировать эффективную работу, а не продолжать заниматься попытками втягивания организации в локальный армяно-азербайджанский конфликт. На неделе в ООН наконец-то обратили внимание на экологическую катастрофу на реке Ахчучай. Она берет начало на территории Армении и протекает через Зангеланский район Азербайджана. Источник загрязнения – объект горнорудной промышленности на территории Армении. 60% акций Зангизурского медно-малебденового комбината принадлежит немецкой компании. Европейцы, как правило, щепетильно относятся к экологии. Ведь в Европе нарушителей ждут многомиллионные штрафы. Но, наверное, не в Армении. Азербайджан требует серьезной реакции на этот вопрос. Армении не удастся уйти от ответственности. В то же время мы обращаемся к зарубежным компаниям, работающим в Армении, требуя, чтобы они приняли в связи с этим действенные меры. В реке Балунадина недопустимое количество тяжелых металлов – хром, цинк, марганец, медь. Гибнет вся рыба и другая живность. Загрязнение Армении реки Ахчучай отходами горнодобывающей промышленности постепенно превращается из региональной проблемы в глобальную. Страны региона глубоко озабочены, учитывая прямое влияние загрязнения реки Ахчучай на качество воды в реке Арас, второй по величине на Южном Кавказе. Экологическую катастрофу освещают региональные европейские СМИ. Вода из рек активно используется при пассивных. Последствия загрязнения докатились даже до Ирана. В Иране есть местность Асландуз. Это напротив Физулинского района Азербайджана по правой берега РАЗа. На этой территории высаживаются сельскохозяйственные культуры, и, как показали исследования, именно на этой территории больше всего заболевающих онкологическими заболеваниями. И это напрямую связано с радиоактивными веществами, которые попадают на пассивную территорию. Экологическая катастрофа может докатиться и до Каспийского моря, учитывая количество рек, впадающих в него. В Азербайджане надеются, что авторитетные экологические организации наконец окажут давление на Армению, чтобы экологическому террору был положен конец. Тем временем Турция столкнулась с очередными стихийными бедствиями. Вслед за пожарами новая беда на Черноморском побережье Турции. Начались мощные наводнения. Водная стихия сносит все на своем пути. Десятки погибших. Президент Азербайджан Ильхам Алиев направил президенту Турции Раджепу Таипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате селей. Уважаемый господин президент, дорогой брат, крайне опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате катастрофического наводнения, произошедшего в Кастамону, Синапе и Бартыне. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции. Желаю исцеления раненым и пострадавшим. Напомню, что Азербайджан одним из первых пришел на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами В период самых сильных пожаров азербайджанские спасатели работали в 14 районах, в том числе вблизи стратегически важных ТЭС Еникёй и Кемеркёй, а также в других населенных пунктах провинции Мугла. Местные жители не раз отмечали героизм азербайджанских пожарных, которые боролись с огнем, будто горит их родная земля. Однако в Турции таким героизмом не удивлены. Страны связывают братские отношения. Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом и в беде, и в радости. Такие события оказались в центре нашего внимания. Увидимся через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова